здравствуйте уважаемые зрители подписчики канал мы продолжаем проходить игрушечку атлантида 3m новый мир новый мир да и мы с вами в секретной комнате для секретного черепа и забавный момент оказывается черепа у меня на кармане и более того у меня еще и кристалл миров все бы на кармане кристалл миров крайне похож на кристаллы второй части но одну грань к мы с вами успешно сломали зато у нас есть еще две грани это видимо переключает нам мир и да я не знаю идти в снег или идти на восток давайте пойдем на восток идем на восток но я хочу попробовать черепушку да я вполне в нее перемещаюсь и вполне нормально так где это было там с дельфина чем ну то есть у меня есть предположение что череп это что-то вроде хранилища данных цивилизации или что-то такое ранее на то похожее где это было все это выход это выход это еще что-то я не уверен кстати очень похоже на саму атлантиду а чё за полка не ясно так ладно мне сам дельфин очень сильно нужен мне интересно да вот это мне интересно место сходи говорит налево потом в третью дверь направо я сходил дельфин я все сделали я не то чтобы здесь прям ориентируясь нормально а сейчас выберемся сейчас куда-нибудь да выберемся но вообще не ориентируясь тут вниз нет вот он так и чё я все сделали пройди коридоры начни с первой двери слева но я так и сделал непонятно ладно что то может быть еще с этим мужиком нет ну хорошо в череп мы можем в любой момент прыгнуть видимо только в этой комнате но все же я хочу вот сюда да не хочу пока снег хочу сюда панторажу какая-то прямо рабская ночь до а где мы я по-моему в какой-то в каком-то чане в каком-то кувшение сижу до принцесса шахерезада да мы повелите расскажи нам сказку чтобы скоротать бессонные ночи если не вспомнишь придумай слушай и повинуюсь рассказывает что жил некогда в багдаде один воришка о это старо это старо клянусь ее никто не знает ну что ж продолжай и однажды этот юный мошенник забрался в дом богатого торговца нет ну кто бы мог подумать перебрался через стену не иначе нет господин он спрятался в большом кувшине который отнесли на кухню ах да ну конечно старый трюк с кувшином и что он терпеливо дождался восхода луны а потом а почему шахерезада так похоже на нашу гэгэшечку а ну хорошо видимо мы видимо мы как раз и будем играть за этого воришку или типа того любопытно любопытно это похоже на и перемещение душа из второй части но озвучка мужская это здравая мысль сейчас вылезать на же кошек спалят и поймаю шкуру спущу ну и кто же ты такой вор понятно так а чё там гнилая рыба да гнилая рыба замолчи ты чертова кошка ага ладно одной проблемой меньше не очень понимаю че здесь происходит но мы видимо аватарим немножко да что то такое хорошо там стражник туда не стоит ходить а лезь он сам похоже на план да и тут он нас не видит ну и кто же ты такой вор нет нет не обращай на меня внимание я просто лестницу ищу что мог сделать вор чтобы отвлечь внимание стражника только одно привлечь его внимание к чему-то другому вот что он сделал а так задумано было да так кошка сюда гнилая рыба хорошо чем-то надо отвлечь стражника чем-то другим я могу стать сюда меня а как это работает а я могу в любой момент прервать да прервать и вернуться и еще и в другой мир пойти прикольно а а а могу я вещи переносить меж мирами не факт не факт а 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 я что-то тут могу но у меня чего-то нет чтобы я что-то мог веревки наверно крюка кошки что-то такого у меня есть кошка осталось найти крюк бочки нету даже не знаю даже не знаю наверное еще есть какое-то место куда можно отойти надо пробовать и кто же тут нас ловит сразу а по сути есть всего два места куда я могу сдвинуться что-то вот здесь лестница мне нужно чтобы туда залезть а вот что сделать здесь чертова кошка ну на этот раз вот погоди поймаю шкуру спущу а он ненадолго отвлекается хорошо норм а он не увидит как я четыре метра лестницу таскаю туда-сюда как бы все норм ну видимо все норм пашка меня спалят кто здесь не двигаться стой где стоишь эй да ты же вор а ты стражник и что теперь ну короче это несколько тот самый элемент куты ей с первой части до которой не торт потому что мы должны повторять то что мы то что мы по сути с вами и так уже делали кто здесь не двигаться стой где стоишь эй ты кто нет нет прошу тебя не убьют меня если схватят да ты воришка лезь под кровать хозяйка тысячи извинений но в дом забрались воры я ничего не слышала но сейчас я буду рядом хозяйка за мною подарочек все что желаешь ведь ты спасла мне жизнь скажи мне все воры такие самоуверенные а купеческие дочери я давно хочу розу хай да хоть корзину одну но черную как безлунная ночь черную розу черную розу где же он найдет такую о дамы господин некоторые сказали бы что это невозможно но вор влюбился и к тому же вот не повезло бедняги и к тому же он знал что неподалеку от города у одного колдуна был чудесный сад может быть там найдется роза черная как безлунная ночь и каким же образом твой вор попал в этот сад опять в кувшине нет мой повелитель на этот раз он перелез через стену вскоре вор оказался в саду колдуна какие тайны поджидали его там вот это уже интересно так ну короче конечно такой диснеевский стиль да вот этого всего что происходит забавненько мультяшника но не особо верится ну а может быть оно и не надо да потому что все таки здесь несколько такое абстрактное что ли все да это же сказка я не очень уверен что происходит в этот момент с нашей героиней она как бы ну под предка наверное своего воплотилась и предок ее это шахерезада который рассказывает сказки да не очень ясно но чую что здесь будет крайне любопытно да давайте смотреть вау привет короче ты меня не пустишь да вот прям возьмешь и не пустишь а если я тебе горшок твой сломаю да я понял понял что ты крут хорошо нет так нет не очень то и хотелось подумаешь так ладно я должен стащить тут черную розу да звучит как так себе план а палка палка ковырял к ну и пойду сейчас этого стражника затыкаю до смерти да монет и сюда слышь проблемы нет это не катит хорошо у меня есть палка я не побоюсь ей воспользоваться если так пойму что я здесь вообще хочу сделать странная площадь тут тоже будет охране а тут какой-то деревесный древесный охраняет ясненько понятненько и вот там третий домик там тоже будет охранник да будет странно если его там не будет каменный охранник там каменный там зимний там древесный окей окей это я не понимаю это гарем колдуна или или что это ну типа как каждой любимой жене по по домику и по охраннику что-то такое ладно пойдем в дом в башню наверное в башню естественно ключ у одной из этих мадам да а перелезть ты это не можешь ты ж вор ну камон тем более вот тут заканчивается забор и там высоты по пояс ну серьезно это даже не смешно что-то тут с фонарем можно здрасте я понял понял чё ты чё ты начинаешь то ты чё бесит и мне нравится эта сфера а ну что зверь ты хороший зверь или плохой да смотри он прямо отворачивается от этой сферы но пустить меня не пустят ладно может палка его затыкать ну что зверь нет 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 а как лан пока не понятно а что я взял жемчужный шар прям вот тот самый непонятно он сюда куда-нибудь подойдет непонятно а можно хоть какого-то живого который объяснить что за дичь происходит нет нет ну не то чтобы я совсем против ладно его нормально все вполне вполне как и должно быть да 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 так и было задумано так и мы видим а по кругу прошли на легче от этого не стало почему в эту башню несколько заходов это как-то поможет я не уверен вот это очень большая площадка она как-то вот как-то ни о чем да выглядит что мне жемчужный шар может дать сложно сказать а палкам ничего может быть палка камень не разобьет дерево тоже вряд ли я бы дерево может полил бы чем-нибудь не знаю травы какой-нибудь да я понял что ты злой и страшный может ты и шары боишься нет не боится там же получается за вот этой грядой камней а там палочка была а а в само это здание я никак не могу наверное не так ну смотри начнем с того что мантикора лев с человеческой головой все-таки как-то реагировала на вот этот кристалл чем нет может помочь целом особо ничем а я вот к этому домику подходил как-нибудь мне так кажется что надо как-то то ли воду отвезти чтобы туда подойти может это вообще не надо жемчуг ну логично а 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 и и а а так хорошо другой вопрос как это остановить то есть получается что эта штука поворачивает животное до 1 секунду на по 200 или она заставляет его дальше скакать ну-ка а на следующем повороте вам поворачиваю да но это как-то ну понятно 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 как как восстановить надо сделать так чтобы конька убежала от своего преследователя до 100 и не сцапал допустим почему она проигнорила красный есть какая-то разница такие цвета берет понька и и и и и и вообще как влияет ну скажем так поворачиваем поворачиваемость животного потом сразу поворачивает то есть тут надо ставить в любом случае он все равно поворачивает допустим он ее берет если раньше поставить подожди видимо важно важно еще цвета ну или она не сразу срабатывает короче синий мне кажется сюда потому что если я поставлю дальше он повернет сразу а так он ее и подбирает этот плохой план а может он по прямой бежать до до знака но потому что мне расставлять много где а мне не ясно то есть когда он бежит по прямой он бежит до указатель и по такого что-то потом бежит потому потому как положено да то есть там в любом случае надо где-то здесь ставить вторую а дальше я не уверен ну как то так он следующий уберет желтую да не знаю пока так или они их как-то манят к себе то есть их надо после поворота ставить в целом как вариант окей рок иди на рога палка это все похоже на то как бы как бы но чем можно потыкать в волшебных этих стражей но но как-то не ясно так а это место в общем то и даже похоже на этот сад подожди я поньку никуда никуда я ни в какой угол поньку не загнал может ее тут я никуда поньку не загнал видимо нет хорошо у меня есть рог единорога от этого не легче на самом деле я попробую потыкать не ну нет так нет единорог может побеждать монтикору если бы это были герои я бы сказал а так я не уверен а ну вариант да может побеждать ну что ж мы с тобой отлично поладили ну да ну да так чё там ко мне опять не легче ну что ж ну что ну вообще как бы я бы мог сказать что изумруд это камень земли и все такое я попробую ими покидаться в стражниках но мне такое чувство что их надо отдать обезьянке чтобы она начала ими жонглировать а мы забрали ее кегли звучит как бред на самом деле но ну а собственно почему бы и нет как будто то что происходит кругом это прям вершина логики видишь она жонглирует тремя свитками свитки или 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 что это какие-то булавы свитки не знаю они тоже трех цветов можешь просто палкой в нее потыкать что мне это мальчика во все потыкать палкой это ненормально но тем не менее у меня нет никакого плана действий нам попробовать пойти может подкупить стражника и какой ты земляной попробуй изумруд нет не она не то пальто значит это подношение тянком это нам потом понадобится и подношение подарок подношение а то спешка видно я ж вас знаю вы же скажете хочу сделать хочу сделать как-то тяжеловато идет а хрена вы знаете что делать на самом деле очень загадочное местечко прям прям крайне странное давайте давайте в нем уже будем разбираться тогда в следующей серии друзья на этом пока все большое спасибо вам за внимание подписывайтесь комментируйте оставить ваши оценочки рекомендуйте канал знакомым и до следующих серий всем до